МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн эфир 41-го телеканала продолжит информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. Воронежскому отряду «Собр Дон» 30 лет. 17 февраля в Бутурлиновке состоялось открытие выставки «Есенин. Бесконечная легенда». Воронежский факел впервые во время предсезонного сбора сыграл с командой премьер-лиги. К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. США. Жители города Восточная Палестина опасаются по поводу возможных рисков для здоровья в результате крушения поезда с химическими веществами. На проблемы с дыханием, кашель и раздражение глаз жалуются более 4 тысячи жителей. Они обеспокоены возможным появлением очагов, раковых заболеваний и вероятностью заражения подземных вод и колодцев. В ближайших водоемах уже гибнет рыба. Умирают и домашние животные. Грузовой состав, в котором было несколько десятков вагонов с винил-хлоридом, сошел с рельсов вечером 3 февраля. В результате аварии сначала возник пожар, а потом одна из цистерн взорвалась. Спасатели решили устроить контролируемое горение. Оставшиеся емкости с химикатами вскрыли и подожгли, что привело к еще более сильному взрыву, который своей формой напомнил очевидцам ядерный. Все это время власти США аварию словно не замечали. Поэтому вагаю даже предложили переименовать пострадавший город в Киев и установить там украинские флаги, чтобы Белый дом наконец перестал бездействовать. Сотни вооруженных активистов, выступающих за права на оружие, приняли участие в 10-м ежегодном митинге в честь и в защиту второй поправки к Конституции США в штате Аризона в субботу. Многие демонстранты, присутствующие на мероприятии, были вооружены штурмовыми пистолетами. Подобные мероприятия так важны, потому что мы должны убедиться, что сохраняем способность защищать себя. Возможно, люди по телевизору говорят вам, что это не важно, но у этих людей есть частная охрана и частные закрытые сообщества. Поэтому очень важно, чтобы у нас было индивидуальное право на защиту себя, нашего дома и нашей семьи. Заявила в своем обращении Ронда Мэри, активистка, выступающая за оружие. Агарет Сандерс, владелец АК-47, сказал, что если у каждого столько оружия, сколько у других, это просто повышает безопасность. Вторая поправка к Конституции Соединенных Штатов, ратифицированная 15 декабря 1791 годом, защищает право хранить и носить оружие. Колумбия. Массовый парад с участием тысяч музыкантов и танцоров под названием «Битва цветов», приуроченный к 120-летию мероприятия. В субботу положил начало карнавалу в Баранкилье, самому популярному и старейшему уличному фестивалю в Колумбии. Под палящим солнцем, когда в полдень температура поднималась выше 36 градусов по Цельсию, более 15 тысяч участников присоединились к шествию, которое длилось более пяти часов, а около 400 тысяч зрителей качались под разные ритмы исполняемой музыки. Развлекали зрителей, заполнивших балконы и пешеходные дорожки в общей сложности, 73 фольклорных коллектива и 60 костюмированных ансамблей и живые оркестра, играющие на 20 повозках. В Бразилии. А на пляже Фламенго в Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый на весь мир карнавал. В Рио-де-Жанейро вовсю готовится к красочному шествию. В мегаполисе многолюдно, на улице вышли тысячи человек. Примечательно, что карнавал из-за бушевавшей пандемии коронавируса проходит впервые с 2020 года. Торжества будут продолжаться целую неделю до 25 февраля. Шествия пройдут вдоль главных улиц не только в Рио-де-Жанейро, а также в Сан-Паулу, Сальвадоре и Белу-Аризонте. Сообщается, что федеральное правительство Бразилии ожидает, что в этом году около 46 миллионов человек примут участие в праздновании крупнейшего в мире карнавала. ЮАР. Фрегат адмирал флота Советского Союза «Горшков» готовится к мероприятиям совместных военно-морских учений России, Китая и Южноафриканской республики, которые проходят в акватории Индийского океана. Как сказал командир отряда кораблей Северного флота Олег Гладкий, Россию помимо фрегата также представляет средний морской танкер «Кама». Основная направленность учения – противодействие угрозам на море в морских и океанских зонах, в том числе противодействие пиратству, оказание помощи, спасение людей, кораблей и судов на море при бедствии, отметил Гладкий. Капитан добавил, что во время перехода в порт Дурбан за адмиралом Горшковым внимательно следили корабли других государств. Военное судно прибыло в главный порт ЮАР Дурбан в пятницу, а в субботу Министерство обороны ЮАР сообщило, что Россия получила статус ведущей страны на учениях. Совместные военно-морские учения ЮАР, РФ и КНР проходят с 17 по 27 февраля в акватории Индийского океана у берегов южноафриканской провинции Квазулу Наталь. Эфиопия. Двухдневный 36-й саммит Африканского союза состоялся в минувшие выходные в столице Эфиопии Адис-Абебе под председательством президента Сенегала Макисаля. Во встрече приняли участие главы государств и правительств более 50 африканских стран. В мире продолжает нарастать геополитическая неопределенность, что требует переформатирования архитектуры и международных отношений, включая экономические, заявил председатель комиссии Африканского союза Мусафаки Мохаммад. Он подчеркнул, что в создавшихся условиях Африка пытается найти долгосрочные решения, чтобы смягчить последствия глобального кризиса и защитить от него население континента. Главной темой саммита было ускорение реализации договоренности по вопросам функционирования Африканской континентальной зоны свободной торговли. Соглашение, которое предусматривает отмену тарифов и торговых барьеров, было подписано весной 2018 года и после ратификации получило законную силу летом следующего года. Соглашение объединяет 54 государства континента с общим населением 1,27 миллиардов человек. Новая Зеландия. В воскресенье через неделю после того, как циклон Габриэль обрушился на страну, подтверждено, что 11 человек погибли и тысячи все еще числятся пропавшими без вести. На кадрах видны затопленные, поврежденные дома и кварталы, разрушенные циклоном. Около 28 тысяч домов все еще остаются без электричества. Власти по чрезвычайным ситуациям и военные в субботу доставили жизненно важные грузы с помощью вертолетов в населенные пункты, оказавшиеся в затруднительном положении после циклона, который смыл фермы, мосты и домашний скот. Премьер-министр Крис Хипкинс назвал Габриэль крупнейшим стихийным бедствием Новой Зеландии в этом столетии. Объединенные Арабские Эмираты. В столице Эмиратов Абудаби состоялось открытие международной выставки вооружений IDEX-2023. Объединенная российская экспозиция размещена в отдельном павильоне. Мы собираемся увидеть в оборонных технологиях использование искусственного интеллекта для проектирования новых самолетов, а также для разработки новых систем вооружения, новых ракет и систем траектории полета, заявил на открытии Амар Султан Аль-Алама, государственный министр по искусственному интеллекту. Турция. Пострадавшие от землетрясения в лагере для временного проживания в Хаттае пожаловались на ужасные условия. На кадрах, снятых в субботу, видны нечистые туалетные комнаты, пустые бутылки из-под воды внутри, а также ненужные материалы и мусор на земле и в разных местах вокруг палаток. Пострадавший от землетрясения житель Митина Лайон выразил опасение, что из-за отсутствия гигиены может вспыхнуть эпидемия. Правда, добавил, что еда у них есть вся. Они не создали зону для душа или ванной комнаты, но все еще грязные. Не только я, но и моя жена и дети, поделился Лайон. Другой респондент Мурат Экен также критиковал условия приюта в Хаттай. Потребность в туалете очень важна с точки зрения гигиены, поэтому моя единственная просьба к властям такова. Да благословит Бог наше государство. Вода и туалет. Это все, чего я хочу, сказал мужчина. На момент публикации общее число погибших от землетрясения превысило 43 тысячи человек. Италия. Десятки протестующих против поставок оружия в Украину прошли маршем к военному аэропорту Пиза в субботу. Члены партии «Власть народу» и итальянской коммунистической партии принимали участие в акции протеста под девизом «Сложите оружие, повысьте заработную плату». Мы говорим, долой оружие, повышайте заработную плату. Стоимость жизни становится все более и более неприемлемой. Мы против военной эскалации, осуществляемой западными странами, которая втягивает нас в Третью мировую войну, заявила Марта Колло, член партии «Власть народу». Мы должны прекратить отправлять оружие и начать мирные переговоры. Запад в настоящее время не ведет мирных переговоров, добавил Антонио Каприо, член итальянской коммунистической партии. Австрия. Сотни протестующих прошли маршем по улицам Вены в субботу, выступая за мир и нейтралитет. Протестующие несли австрийские и российские флаги и держали транспаранты с надписями «Нет оружию, сейчас мир». Санкции, разжигание войны, самоубийство. Мы должны снова покупать газ и нефть у России. Цены на энергоносители вернутся к норме и политика должна немного отступить, заявил один из протестующих. Марш с осуждением поставок большого количества оружия Украине состоялся в Берлине в субботу. На кадрах запечатлены десятки протестующих, марширующих по центру города с транспарантами и плакатами, а также скандирующих антивоенные лозунги. Мы хотим, чтобы это было предметом переговоров, мы хотим дипломатии, мы хотим, чтобы оружие не отправлялось, просто мир на всех уровнях. Мы также хотим, чтобы НАТО убралось из Европы, сказала Дора. Участники митинга также требовали мирных переговоров вместо поставок оружия, социальной справедливости без исключения и разделения и доступных цен на энергоносители и продовольствие, а также прекращение санкций Евросоюза против Российской Федерации. Российский флаг с нарисованными рядом с символами российской армии ЗТВ появился на башне старого здания в Поздаме. Немецкая полиция проводит расследование и попросила владельца убрать символику создания, известного в народе как Кремль. Поздам – региональный центр германской федеральной земли Бранденбург. Раньше в здешнем Кремле заседал местный парламент. Сейчас здание пустеет. И вот кто-то, очевидно, решил обозначить на его стенах и крыше свою позицию относительно событий вокруг Украины. Позже Федеральное министерство внутренних дел по делам общин заявило, что использование буквы «З» для обозначения поддержки российского наступления является уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением на срок до трех лет. Сотни людей вышли на улицы Мюнхена на фоне проведения Международной конференции по безопасности и против расширения НАТО, призывая мирное сообщество к миру на Украине. На кадрах участники протеста собираются на площади с баннерами и плакатами с надписями «Конец диктатуре США». Сколько смертей вам нужно для мира? Из-за верховенства права и гражданские свободы. Они, официальные лица, должны говорить, что они должны использовать дипломатию. Они должны разговаривать с президентом России Владимиром Путином. Они заявляют, что необходимо воевать при помощи оружия и еще раз оружие, подчеркнула женщина. В свою очередь, другая участница акции Кристина заявила о своем нежелании быть причастной к снабжению Украины вооружением. «Мы боремся за мир, и мы не хотим продавать оружие Украине, и Россия нам не враг», добавила она. В воскресенье берлинцы провели марш в память о жертвах массового расстрела, устроенного ультраправым экстремистом три года назад в городе Ханау в феврале 2020 года. 43-летний гражданин Германии из Ханау Тобиас открыл стрельбу возле кальянбара в городском районе Хаймаркт, прежде чем уехать во второе место в районе Кесельштадт, где он снова открыл огонь. В результате двойной стрельбы 9 человек погибли и пятеро получили ранения, прежде чем преступник и его 72-летняя мать, были найдены мертвыми. Перед смертью убийца опубликовал в интернете манифест, в котором выразил свою ненависть к этническим меньшинствам. Новости ближнего зарубежья. Армения. Юный футболист и фристайлер Геворг Айрапетян из города Агюмри стал известен за пределами родной Армении благодаря трюкам с мечом. В 2018 году в возрасте 9 лет он попал в Книгу рекордов России среди ровесников, прочеканив мяч 10 791 раз за 1 час 36 минут 58 секунд. Сейчас мальчику 14 лет и он набивает мяч 21 тысячу раз. Каждый день занимаюсь приблизительно около 6 часов. Хожу на занятия, возвращаюсь, затем занимаюсь своими трюками, улучшаю футбольный бег, рассказал рекордсмен. Геворг добавил, что его вдохновляют такие спортсмены, как Леонель Месси, Криштиану Роналду, Гаррет Бейл и Пиле, чьи трюки с мячом он старается повторить и усложнить. Видео своих достижений в футбольном фристайле мальчик выкладывает на YouTube-канал. За успехами рекордсмена следят 119 тысяч подписчиков. Как рассказала его бабушка Карине Айрапетян, вся семья и тренер очень гордятся успехами юного футболиста и надеются, что ему удастся реализовать свои таланты в большом спорте. Молдавия. Протестная акция сторонников партии ШОР против нового правительства и роста тарифов на энергоносители прошла в Кишиневе в воскресенье. Протестующие прошли к Национальному театру оперы и балета скандируя Далуй Майо Санду. Возле театра выступили активисты. По информации, опубликованной на официальном сайте партии ШОР, митингующие требовали от правительства полностью оплатить счета населения за зимние месяцы. У всех накапливаются коммунальные долги, поэтому по причине этой тенденции многие граждане, особенно старики, не могут себе позволить даже продукты первой необходимости и лекарства, в которых они нуждаются, отметила вице-председатель партии ШОР Марина Таубер. Одна из участниц акции подчеркнула, что государство не предпринимает мер для помощи населению страны. Народ уже на пределе, сказала женщина. Новости России. Торжественная церемония присвоения имени противодиверсионному катеру Черноморского флота в честь героя России Олега Шипицына прошла в Новороссийске в субботу. На кадрах можно увидеть судно с наименованием Олег Шипицын, марш военнослужащих, а также выступление командира Новороссийской военно-морской базы Виктора Кочемазова и командира отряда Константина Лузана. На торжественной церемонии присутствовала жена Олега Виктория Шипицына вместе с двумя детьми. Кочемазов вручил ей приказ о присвоении кораблю наименования. Он всегда по зову сердца шел за страну, за свою, за родину, за семью. Он патриот, он самоотверженно пошел и доказал это всем нам. Мы его теперь будем помнить всегда, поделилась Шипицына. В марте 2022 года старший матрос ВМФ Олег Шипицын, оказавшись в окружении под Мариуполем, предпочел не сдаваться в плен, а подпустил украинских бойцов ближе к себе и подорвал гранату. Он был посмертно удостоен звания Героя России. Около тысячи участников из России, Германии, Китая и Японии пробежали дистанции 21, 10 и 5 километров в восьмом ледовом полумарафоне на русском острове в субботу. Как рассказала спортивный директор гонки Ольга Гаева, в этом году 879 человек приняли участие в забеге. Мероприятие наше является уникальным, потому как мы бежим по замерзшему морю. «Это можно сделать только у нас во Владивостоке», подчеркнула Гаева. Женщина добавила, что интерес к мероприятию с разных уголков страны растет с каждым годом. В рамках состязания первыми стартовали бегуны на дистанции 21 километр. Лидером гонки стал спортсмен Армен Давтян из Хабаровска, который прибежал к финишной прямой с результатом 1 час 13 минут 18 секунд. Свою победу мужчина посвятил сыну. Общий призовой фонд для призеров составил 300 тысяч рублей. В субботу на полигоне Песочненский в Ленинградской области более тысячи человек приняли участие в экстремальном забеге с препятствиями гонкой героев зима. Среди желающих пройти полосу препятствий были как профессиональные спортсмены, так и любители. Были неожиданно сложные препятствия, причем такие, которые обычно никакой сложности не представляют. В зимних условиях они стали как будто в два раза сложнее, рассказал финалист гонки Иван Бойко. Гонка героев зима – российский экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности, организованной компанией Лига героев. Следующее мероприятие состоится 25 февраля в Москве на полигоне Алабина. Более 200 спортсменов из России, Китая и страны СНГ в субботу собрались на горнолыжном комплексе «Люскус» в Кемерове, чтобы принять участие в соревнованиях по мотогонкам. Президент Федерации мотоциклетного спорта Кемеровской области Кирилл Цвенгер рассказал, что трасса, на которой проходят гонки по снегу, строилась под летний мотокросс, однако она подходит и для зимних соревнований. Одновременно на базе Центра технических видов спорта имени Алексея Леонова проходит Кубок стран-содружества и всероссийские соревнования по кросс-сноубайку, этапы чемпионата и первенство страны по кроссу на снегоходах, а также Кубок Узбасса по мотокроссу. Новости нашего региона. За последние сутки в Воронежской области выявлен 361 новый случай коронавируса. Госпитализировано 23 человека. О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России и мире в нашем обзоре. По данным Всероссийского штаба, 20 февраля в России выявлено 12 076 случаев коронавируса. Умерло 30 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 395 829 летальных исходов. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах Черноземья. В Воронежской области 361 новое заражение коронавирусом. В Липецкой 86, в Курской 57, в Белгородской 95, в Тамбовской 22. По данным сайта СтопКоронавирус.РФ, за последние сутки в Воронежской области умер 1 человек. В Москве 10, в Санкт-Петербурге 5, в Кемеровской области 2. За прошедшие сутки в мире выявлено 74 тысячи новых случаев коронавируса. Из них в Тайване 15 тысяч, в Японии 14 тысяч, в Южной Корее 10 тысяч. Умерло 317 человек. За все время пандемии в мире выявлено 678 миллионов 700 тысяч случаев коронавируса. Умерло 6 миллионов 791 тысячи человек. Выпавший снег в выходные дни прибавил работы коммунальщикам. Так, в ночь с 18 по 19 февраля последствия снегопада ликвидировали 183 единицы спецтехники. В ночную смену обработка улиц, тротуаров и других особо опасных мест, включая спуски, подъемы и путепроводы, осуществлялась силами районных комбинатов благоустройства. В результате было израсходовано 2240 тонн пескосмеси. Ночью также ввелся оперативный вывоз снега. На полигоны было отправлено почти 3000 кубометров снега. В настоящее время работа по обработке магистрали и общественных пространств продолжается. Особое внимание также уделяется работе малой коммунальной техники и ручников. Воронежскому отряду СОБРДОН 30 лет за эти годы слаженная работа отряда помогала предотвращать теракты. Отряд боролся с разгулом криминала, участвовал в чеченской компании, сейчас в специальной военной операции. СОБР всегда на передовой ради защиты и спасения людей. 19 февраля у них профессиональный праздник. Бойцы получают ведомственные награды и памятные знаки. Собственный отряд быстрого реагирования считают элитой российских войск Росгвардии. Изначально отряд создавался для борьбы с организованной преступностью. Потом уже спектр задач расширился. Сюда берут ребят крепких телом и духом. Они проходят специальную подготовку и должны быть морально устойчивыми. За плечами спецподразделения участие в полутора тысячах спецопераций. Задержание 900 лиц, подозреваемых в преступлениях. СОБР очень жесткий отбор у нас. Что психологически, что физически, что морально. Есть определенные тесты, по которым кандидат проходит отбор. И случайных людей в нашем подразделении не оказывается никогда. Потому что определено, что здесь промах, любой промах командира, взять своего бойца и ошибиться в нем. Это и жизни товарищей, и выполнение всех постоянных задач под угрозой. Бойцы СОБР не имеют права на ошибку. Они должны уметь в критической ситуации принять единственное верное решение. Отряд освобождал сотни заложников. Задерживал криминальные группировки и бандформирования. Задача перед нами стоит серьезная. Здесь не должно быть никаких сбоев. А для этого командир должен быть везде первым, должен быть примером для своего личного состава. С этого времени, с 92-го года, в нашем отряде служат офицеры. Офицеры с высшим образованием, прошедшие горячие точки. И с 92-го года отряд участвует во всех горячих точках. Участвовал и участвует в Советском Союзе-России. Осетия, Ингушетия, Приднестровье, Две Чеченской войны. В отряде у нас три героя России. И, кстати, хочу отметить, что это единственный отряд СОБРа, у которых три героя России. Конечно, на героев не учат. Да никто и не мечтает стать героем. Просто ребята делают то, что должны. А иначе зачем было идти в эту профессию? Работа сложная. Спектр задач становится все шире. Это отработка освобождения заложников в условиях города или лесистой местности. Здесь важны тренировки, подготовки, учения без них никуда. А когда боевое задание, то вообще неизвестно, когда ты вернешься домой. У нас ненормированный рабочий день. Поэтому всегда, так скажем, на страже, чтобы обеспечить безопасность нашей Родины, нашей страны. Для этого служим, для этого управляем все поставленные задачи. Во время тренировок прорабатываются по несколько раз различные ситуации, которые могут произойти во время выполнения боевой задачи. Сотрудников СОБРа называют многопрофильными специалистами. Они – пример доблести и чести. Их задача – рискуя своей жизнью спасти и защитить других. Сложный и отважный путь выбрали сотрудники Росгвардии. И все это не ради высоких званий или наград. Служить в СОБРе ДОН хотят многие, но отбор проходят не все. Здесь только профессионалы, которые должны стать самыми лучшими. СОБР всегда на страже тех, кто попал в беду. Алиса Лисюк, Дмитрий Хлебный, 41 канал. 17 февраля в Бутурлиновке открылась выставка «Есенин. Бесконечная легенда». На ее торжественном открытии побывали не только местные жители, но и ректор Московского государственного художественного института имени Сурикова Анатолий Любавин. Все подробности в сюжете Галины Жуковой. Город Бутурлиновка расположен 180 километров к югу-востоку от Воронежа. Своим названием город обязан графу Александру Бутурлину. В 1740 году на землях, подаренных ему императрицей Елизаветы Петровны, была основана Слобода Бутурлиновка. Сегодня центр города украшает памятник его основателю. Сегодня население Бутурлиновки составляет 24 тысячи человек. Именно здесь родился знаменитый художник Бычкури. Напоминанием об этом служит памятная доска Бутурлиновского художественного училища, а ныне – Губернского педагогического колледжа, где обучаются будущие художники. Многие из них пришли и на открытие выставки, посвященной народному поэту Сергею Весенину. Не случайно его называют «поэтическим сердцем России». Это все идет из детства, все идет из-за школы, начиная все со стихов. И поэтому захотелось непосредственно познакомиться с личностью автора немножечко поближе. А тем самым, что можно сказать о личности автора, это через отношения уже потомков, через картинку. И мне очень приятно, что такие добрые и красочные картины рассказывают об этом замечательном человеке. Благодаря организаторам выставки у жителей Бутурлиновского района появилась уникальная возможность увидеть картины художников Воронежа и других городов России, отразивших жизнь и творчество самого народного русского поэта Сергея Есенина. Причем работы были представлены в самых разных жанрах. Здесь не только графика и живопись, но еще абстрактные картины, которые им еще пока непонятны. У меня маленькие дети, но они тоже очень вдохновились им. И очень мы рады, конечно, что в нашу Бутурлиновку привезли такую выставку. И мы тоже вдохновляемся и нашими русскими пейзажами. И смотрим на них, и видим свои местности все-таки, которые мы тут наблюдаем. И детям очень нравится. И взрослые все в восторге. То, что выставка увидела свет в российской глубинке на родине художника Бучкури, дослуга не только художников, но и сподвижников Есеницкого пленера, среди которых известный меценат, основатель Воронежского народного музея Сергея Есенина Владимир Бубнов. В рамках пленера работы известных мастеров уже увидели жители Воронежа, Бориса Глебска, Острогорска, Москвы и Санкт-Петербурга. К примеру, в Москве выставка была размещена в здании Государственной думы. У истоков ее зарождения стоял и директор Воронежского художественного училища Сергей Гулевский. В 2012 году мы провели, и первая выставка была на Пушкинском. Первая выставка по итогам первого Есеницкого пленера. Замечательная была выставка. Тоже интерес был хороший. Мы принимали участие артисты театра драмы, читали стихи и пели на гитаре. Ну, как-то, знаете, памятные. А потом дальше мы поехали в Рязань, отказали выставку там. На родине поэта местные художники были немного удивлены активностью воронежцев. По словам Гулевского, коллекцию существенно обновили к 125-летию со дня рождения Есенина. Здесь с десяток, наверное, народных художников России. Может, какие имена? Савастюк, Любавин, Пимина. Да вы что, это легенда. То есть, вот создана была вот эта коллекция. И мы ее показали как раз, а там же пандемия была, вы понимаете. Да, вот до пандемии мы успели показать в рамках седьмого международного культурного форума. Санкт-Петербург в Англитерии, где погиб Есенин. Смотрите, вот была там выставка. К слову, у бутурлиновцев был уникальный шанс лично пообщаться с одним из авторов работ Есенинской экспозиции, ректором Московского художественного института имени Сурикова, профессором Анатолием Любавиным. Анатолий Александрович был одним из почетных гостей на открытии выставки в Бутурлиновке. Сергей Есенин не был здесь. Но это даже не важно, да, вот не был здесь. Он родился, мы знаем, Константинова. Но имя Сергея Есенина связано со всей Россией. Да, и то, что вот выставка приехала сюда, Есенина, и все же его знали. Но Сергей Есенин в нашем сердце живет. Он поэт, который всегда с нами. Мы знаем его со школьной скамьи. Сергей Есенин прожил короткую, но яркую жизнь. Всего 30 лет был отмерен судьбой народному поэту. Но с нами осталась его поэзия, его самобытное творчество. В день открытия выставки, посвященной Сергею Есенину, свое мастерство смогли продемонстрировать и народные коллективы Бутурлиновки. Концертная программа о жизни и творчестве поэта не оставила никого равнодушными. После гостеприимной Бутурлиновки ознакомиться с работами мастеров Есенинской выставки в самом ближайшем будущем смогут рассошанцы. Галина Жукова, Сергей Трифонов, 41 канал. Хоккейный клуб «Буран» провел заключительный матч регулярного чемпионата. Играли с клубом «Рубин» из Тюмени. В заключительном матче регулярного чемпионата «Буран» встретился с действующим чемпионом ВХЛ «Тюменским Рубином». Первый период прошел без заброшенных шайб, а вот у второго их было четыре. На голы воронежцев Егора Дугина и Артура Демидова гости ответили двумя точными бросками Никиты Мокина. В заключительный период полностью прошел под диктовку «Бурана». Дмитрий Соловьев, Максим Казаков и Александр Шипилов еще трижды зажигали красный свет за воротами гостей. 5-2. Уверенная победа воронежцев. «Болельщикам спасибо. Это наш шестой игрок. Низкий им поклон. Они заслужили вместе с нами эту победу». Так главный тренер «Бурана» Дмитрий Крамаренко прокомментировал заключительный матч сезона. Команда заняла предпоследнее 25-е место в регулярном чемпионате и не сможет принять участие в борьбе за главный приз лиги – Кубок имени Владимира Петрова. Ведь в серию плей-офф попадают лишь 16 лучших клубов. Воронежский «Факел» впервые во время предсезонного сбора сыграл с командой Премьер-лиги. Нашим соперником был футбольный клуб «Сочи». На последнем сборе в Турции «Факел» впервые провел спарринг с командой Премьер-лиги. Футбольный клуб «Сочи» сейчас находится на девятом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. В матче чемпионата России воронежцы на выезде разошлись миром с командой из Южной столицы. А вот товарищеская игра завершилась со счетом 4-2 в пользу сочинцев. У «Факела» все голы забил Хызыр Апаев. Следующая встреча соперников состоится уже 18 марта в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов. Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов 3, 7, 9, 12, 15, 19, 30 и 21, 00 по московскому времени. Также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира и подписывайтесь на наш YouTube-канал. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска «Погода» в мире и Воронежской области. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон»